Сегодня моя тема называется «Вера без дел тебе не поможет». Может звучит нехорошо название. Но моя цель всегда каждому помочь получить благословение Божие. Не отойти от Бога, а наоборот ближе приблизиться. И для этой темы я прочитаю нам известное место из Иакова, 2 глава, с 14 по 17 стих. Что пользуют братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дело не имеет, может ли эта вера спасти его? Вот ты плывешь на лодке в ураган в океане, и ты имеешь веру в Бога, но ты говоришь, не молиться не буду, никаких дел не буду, все равно утону. вера есть, а дело нет. Дене глауны нет, но нет вера. Если брат или сестра наги и не имеет немного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользуют? И вот тут нам это местописание говорит, Я, Бог, хочу, чтобы ты веровал. Я хочу с тобой общаться. Я хочу тебе открывать свою волю. Одесса остается за тобой. Но если ты в меня веруешь, но не делай, что я тебе говорю, тогда Бог говорит, это мертвые отношения. Иисус говорит, Я всегда делаю волю Божию. Он не сказал, Я всегда верю и сплюсь беспокойно. Он говорит, Я делаю. Он говорит, не верю, а я делаю. Он говорит, я делаю. И когда я делаю, тогда окружающие говорят, вот это вера, посмотри, он верит, что он даже делает. Вот это да. Иисус говорит, я просил, 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 просил несколько лет одну вещь. Я не буду даже говорить, о чем просил. Я не буду даже говорить, о чем просил. секретно, даже ничего, ни в кармане, ни в кошелке, ни на контор, ничего не скажу, все заброшу в кошелек, тайно в церкви. Секретно сделаю. И это я делаю, что я делаю, что я делаю, через неделю на собрании, когда я никогда об этом даже не размышлял и не думал, мне сам Иисус является и решает мою просьбу. Один раз в жизни я встретился с Иисусом. Я был поражен, когда я вот такой делом в вере показал Иисусу свою веру в делах. Я получил на следующем собрании ответ, о чем просил два года. И тут Бог в Библии говорит, вера, если нет дел, то она мертв. Бог не знает, что с этим делать. Но я тебе скажу, сделай так, а ты не делаешь. Как Бог скажет, я могу помочь? И здесь не делаешься, а ты не делаешься. Когда Бог мне сказал, вы оценивали, Что толку Богу мне говорить, если я вам сказал, не, не, я лучше оставлюсь у своих родителей в моем, как бы, днёжишке. Мёртв? Тот. Что Богу с этим делать? Что Богу с этим делать? Он чётко, ясно скрывает, но я не могу этим ничего начать, если ты нет, то делай. И он говорит, что Богу с этим делать? Я верил, что Андрей мне поможет. И я ему говорю, может, я отриваю тебе машину без денег, у меня денег нет. Моя вера заправила, сделала. Я спросил. Моя вера заправила, я спросил. Он говорит, что нет проблем, это я буду делать. А если у меня дела не было, и я спросил, а получил от Бога, эту мысль Бог дал, спроси. Что толку Богу мне говорить, если я не делаю? Надо делать. И поэтому Бог говорит, вера без сил мёртвая. Деяние 9 глава, с 15 по 16. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы завещать имя моё пред народами и царями и сынами израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя моё. И Бог тут говорит об Павле. И говорит, у меня большие планы для него. И я ему покажу не только благословение, которое я дам, я покажу ему, как он за меня страдать должен. Но я знаю, что Павел верующий, верующий дел. Даже если он за меня будет страдать, его ничего не остановит. Я знаю, это Бог говорит. Поэтому не сомневайся, иди, говори ему. Бог к нам говорит, ожидая действий. И в Павле он был уверен, что его даже страдания не остановят. Он будет действовать. Знаете, жизнь верующего, она активная. И чем она активнее, тем больше и благословений, и проблем. Во многих вещах переживаешь много проблем. И Бог желает иметь людей, которые не перестают действовать, чтобы они действовали. Потому что Бог хочет действовать на этой земле, в этой жизни. Вы все знаете эту историю, когда эти ученики Иисуса Христа плыли в лодке по морю, и ураган был. Это всегда образ на то, вы уже знаете, что жизнь наша, она как на воде и как в урагане. У тебя никогда нет уверенности, что все хорошо будет. У тебя каждую секунду переживание. Будет ли все хорошо или не будет все хорошо. Мы не имеем эту уверенность, что мы не можем weitergehen. Сondern immer, когда мы продолжаем, мы не знаем, что это будет хорошо или нет. Бог хочет действовать, а ты должен не останавливаться. Бог всегда хочет тебе говорить, но ты должен действовать. Я выучился на свою профессию, в которой сейчас работаю. Работу не могу найти, два месяца. Все ищут со знанием английского языка, к сожалению, я его не учил. И опыт, который я не имею, я только школу закончил. Я это молитву Богу говорю, Господь, ты видишь положение. И Бог мне в молитве говорит, вот тебе адрес, иди скажи, можно я у вас поработаю бесплатно, без зарплаты, наберу у вас опыт. И тогда Бог мне в молитву Богу говорит, где я хочу идти, где я хочу идти, и спросил, если я без зарплаты работаю, чтобы я не работаю, без зарплаты, без зарплаты, без зарплаты. Я пришел, и не посмотрел, какие мысли есть. Я говорю, Господь, что ты сказал, то сделаю. И я пошел, так сказал, это мой шеф этой фирмы. Он говорит, я вас возьму на работу, но для этого мне надо одного уволить. Подождите немного, я уволю, потом вам позвоню. Я это на работе рассказывать не могу, я же шеф своего обслуживаю. Я думаю, ну все, забудет про меня. Через два месяца позвонил, говорит, приходи работать, уволю. Нет, он не уволил, мне не пришлось уволять. Один человек заберет раком, и он ушел в больничный. Но если бы я не сделал, я бы не работал, я бы по своей жизни работаю. Лучшая фирма на земле. Знаете, Бог хочет, чтобы ты всегда себя чувствовал, как будто ты на лодке ураган, вот-вот сейчас утонул. Чтобы ты жил всегда верой, и всегда жил действием. Богу не нравится, когда мы просто сидим, и все, Бог, красный, этот ковер поселил, и, о, вот это здорово, Боже. Такое Бог может делать младенца, который пьет молоко, но не взрослому. И поэтому человек это должен знать. И это должен знать. Можете мне показать одну картинку? Все знаете эту историю? Это был самый, самый безопасный корабль. Знаете, лодка на воде, это обозначает, что человек стоит, и ищет какую-то уверенность, что я пройду. И человек ищет эту безопасность. Но Бог хочет сказать, безопасность только у меня. Она стопроцентная. Вот когда вот этот корабль «Титаник» построили, они говорили, его ничего взять не может. И они говорят, нам Бог не нужен. И они хотели доказать, что это бред, что вы там про веру в церкви рассказываете, про Иисуса Христа. И сердце ихное было пустое. Там не было Иисуса. И этот корабль даже одного путешествия не сделал. Он только выплыл и утонул. А Бог хочет, чтобы ты был хотя в стуре, но чувствовал, что ты уверен с Богом. И чтобы ты был уверен, когда Бог со мной, тогда я могу действовать. И чтобы действовал. Знаете, корабль, что это такое? Это корыто. Там ничего нет. Но там воздух. Знаете, написано, кто родился свыше, кто родился свыше. С тем бывает так, говорит. Иисус говорит это. Он говорит, Дух Святой видит, приходит и не знает, откуда пришел и откуда ушел. Так бывает с каждым, кто родился свыше. И человек не просто стал верующим мертвым в Аллахспору, а человек верующий стал, чтобы слышать Бога. И Бог говорит, и я хочу тебе говорить, чтобы ты действовал. И ты не видишь никого, это как воздух, который вот воздух вроде, ты его не видишь, но без него помрешь. Ты не видишь, ты не видишь, но это как воздух. И он говорит, как воздух, как воздух, как воздух, как воздух приходит и говорит тебе. И вот этот воздух в этом корабле, это есть Бог, который тебя наполняет. И когда в тебе Бог, тогда ты не можешь втонуть, то ты не можешь втонуть. Ну вот если вот смотрите, эти корабли, это корыта, мы с него воздух уберем, так возьмем и эти две стенки сложим. Если у меня нет Бога, который мне говорит, то я не действую, тогда я пустой, только готова к втонуть. Если у меня нет Бога, то я не могу втонуть, то я не могу втонуть. У них нет Бога, они втонули. И эти люди не были втонуть, и поэтому они сутки. Конечно, не все, некоторые были с Богом. Они спаслись. И хотя там, они говорят, по истории могли бы спасать в два раза больше, они в два раза больше не спасли людей. Почему не спаслись те, которые могли спастись? Написано в истории, что там половина лодки всего было, людей. Потому что у них или не было веры, или не было дел, когда Бог к ним говорил. Они не приняли неправильных решений. А многие из верующих, которые спаслись, рассказывают, как они на Бог уповали, как они молились и как их Бог спас. Бог всегда нас хочет водить. А мы должны действовать. Как и Ефесянам 5, 18-20 написано, известное всем место. Мы это место часто читаем. Я просто прочитаю то, что я уже только что произнес словами. Я просто прочитаю то, что я уже говорила. Мне меньше из всех... Опять не то записал. Вот я десять раз повернул. Я хочу сказать вам, почему написано, исполняйте с Духом. Не упивайте с вином или то и то, а исполняйте с Духом святым. Я хочу рассказать, что здесь написано. Здесь написано, что он не должен быть в воде, но чтобы он был с Богом, чтобы человек пытался слышать Бога, общался с Ним. Для чего он наполнялся? Чтобы действовать, чтобы приносить дела. И вот Иисус Иоанна 7, 38 сказал. Кто верит в меня из того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Кто верит в меня, Иисус говорит, потекут реки, не просто какие-то хорошие дела, а реки воды живой. Вы знаете, когда человек наполняется Богом, Бог мечтает, чтобы мы были людьми, которые много дел творят. Бог хочет, чтобы я делал дела Божьи. Бог хочет, чтобы ты не в корабле сидел, а чтобы ты кораблем встал. Бог хочет, чтобы ты не встал много, много дел к реки воды живой. Бог хочет, чтобы ты не встал много, чтобы ты не встал много, чтобы ты не встал много. Вы знаете, вот если я поставлю одного неопленного работника, что с этим кораблем будет. Вы знаете, он возьмет, будет разгружать одну сторону. И этот корабль наклонится и утонет. Эти случаи часто происходят в жизни. Для того, чтобы я мог делать много дел, мне надо наполняться Духом Святым. Мне надо общаться с Богом. И чем больше груза, тем больше мне надо этого наполнения, больше водительства. Бог говорит, если ты не несешь, то говорит, ты мертвый. Я хочу вот такого действия от тебя. И Бог говорит, что если ты не встал, то ты не встал. И я хочу, чтобы ты не встал. Я не могу сказать ни одного свидетельства. Я их имею очень много. Но что произошло без действия моего? Я должен был какое-то свидетельство делать. Если это только будет откровение Божие, я не сделаю никакого дела, то на этом я останется. Бог говорит всегда с нами. Он говорит, что так бывает со всяким, кто родился от Духства. Он слышит этот голос. Но если я не реагирую на этот голос и не действую, то я мертвый. Бог хочет, чтобы я действовал. И я всегда рад, что я говорил за нашу церковь. У нас очень такая действия церковь. Знаете, если церковь и другие говорят, у нас церковь хорошая, 15-20% посетителей в церкви, у нас участвуют в каких-то работах. Я никогда не слышал, как у нас. У нас хоть церковь маленькая, но 80-90%, 100%. Даже если не все 100 участвуют в каких-то работах. Они где-нибудь что-то делают. Они пытаются услышать, что им Бог говорит действовать. Они пытаются услышать, что Бог им говорит, что Бог говорит. Они пытаются услышать, что Бог говорит, что Бог говорит. что Бог говорит, что Бог говорит. Мы, но мы, которые Старки, мы, которые Старки, имеем правительство, и не имеют правительство. Каждый из нас должен указать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угадал, но, как написано, beginom, что pretended не зла за за слови от-за беды заもの, что Бог у них оставила, но, как сказано, Христос не захватил себя. И тут написано «О, здорово было бы, ты сильный христиан, если бы ты смог бы немощного понести». Я такого не читал. Было бы хорошо. Было бы хорошо, я такого не читал. Тут написано «Ты должен». Это говорит о том, что Бог говорит, ты, я хочу, чтобы ты стал сильным, и ты должен, что тебе Бог говорит, сделать. Бог говорит, ты должен делать дело. Такому совершенству хочет Бог вести человека. Но часто христиане хотят с вас немощными, чтобы все другие должны были ему. Но это неправильное положение. Бог хочет вырастить нас в этот корабль, который несет. И когда ты несешь столько много, как реки воды живой. Чтобы у тебя не было корабли, ты должен постоянно, тонко, каждый день быть связан с Богом. Бог говорит, отец заботится о завтрашнем дне. Значит, Бог тебе каждый день открывает что-то. Он не говорит тебе, о, достаточно тебе, что ты позаботился, хватит заботиться о будущем. Он не говорит, что сегодня ты получил задание, но сегодня Бог говорит, достаточно, а завтра я тебя открою. Бог говорит, достаточно сегодняшних дел. На сегодня ты получил, сначала я их сделал. А завтра тебе надо опять в контакт с Богом пойти. Молитву, вообще не чтение Библии, и Бог тебе открывает новые дела. У людей часто бывает проблема, что Бог дает откровение, но он не делает. Иисус же говорит, он говорит, один сделал 0%, один сделал 30%, один 60%, один 100%. И в другом месте написано, был тот человек, когда Бог придет, найдет его делающим, что ему Бог сказал. И на другой стороне написано, что эти действия должны быть, которые верны. Итак, вера, это не что-то, какое-то религиозное ритуалы. Поэтому это вера, которая действует, которая постоянно действует, это хочет Бог. И чтобы ты не видел проблемы, ууу, как же мне с них выйти. Я рассказывал вначале, как апостолы на лодке и ураганы, они думают, ооо, проблема, как же нам решить эту проблему. Я вам рассказывал, как апостолы в этом боте сасям, и подумали, как мы здесь снова выйти. А потом смотрят, написано, а Иисус по воде идет. У них была проблема, что мы можем утонуть, а Иисус по проблеме, и для него это прогулочная дорожка. И вот я замечаю, вот иногда какая-то проблема, она давит на человека. А потом, когда приходишь к Богу, начинаешь молиться, то смотришь, проблема, почему у тебя это не проблема. А когда ты к Богу приходишь и к Богу бетишь, то merkешь, что это вообще не проблема для тебя. Ты говоришь, Господи, слава, это у меня, даже может, как школа, мой опыт, как я вижу, как ты действуешь, как здорово. И ты идешь по этой проблеме, вообще не видя проблемы. И вот Бог хочет, чтобы я уже проблемы не видел, как опасность, а чтобы я шел по ней, как по уверенной дороге, зная, кто со мной. И чтобы во мне было, чтобы я исполнялся Богом, духом святым, чтобы во мне был Бог. И тогда на проблему уже не сможешь, как на проблему. Она теряет свое значение. В последнее место я читаю 1 Тимофей, 6 глава, с 11 по 15 стих. В последнее место я хочу читать, это 1 Тимофей, 6 глава, с 11 по 15 стих. 1 Тимофей, 6 глава, с 11 по 15 стих. И тут Бог рассказывает, какие качества должны быть у тебя, чтобы ты был способен носить грузы. И потоки живой воды из тебя бы истекали. И здесь говорит Бог, какие качества должны быть у тебя, чтобы ты был способен носить грузы. Какие дела у тебя должны быть, этот стих говорит. 12 стих. Подвижайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Когда ты действуешь, это у Бога как подвиг. Потому что тебе надо много победить в вере, чтобы поступить. Ты как на воде, сомневайся, но ты поступаешь, это подвиг в тебе. А многие свидетели наблюдают за тобой, как ты веруешь. Какими делами подтверждаешь твою веру. 13 стих. Пред Богом, все животворящим, и пред Иисусом Христом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещает тебе. И вот тут Бог говорит, ты делаешь дела перед Богом. Бог смотрит тебе, что ты делаешь перед Богом. И вот тут Бог говорит, что Бог смотрит все, что ты делаешь, что ты делаешь. И он за тобой наблюдает. 14 стих. Соблюсти заповедь чисто и неукоризно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. Иногда ты от этого груза устаешь и думаешь, чтобы не нести, не сделать ошибки, мне надо всегда с Богом общаться, мне надо действительно все чувствовать. Но тут Павел учит Тимофей, говорит, ну ты двигайся перед Богом, пока он не придет. Но здесь говорит Тимофей, что он не учитывает, что он не учитывает, чтобы не учитывать. Он не учитывает, чтобы не учитывать все животворящие Бога. Бог, он животворит. И говорит, ты ходишь перед Ним. И это может только делать, который верует и который делает, видеть, что Бог животворящий. Вот сестра Лида послала в этой неделе это свидетельство там про одну сестру. Усера швеста в Laufe der Woche ein Zeugnis von einer anderen швестер. Как я это свидетельство раньше уже тут приводил пример, снова приведу. Это сестра делала дела и знала, Бог, он животворящий. Если хотите, не слушайте, послушайте это свидетельство, она стоит у нас на страничке. И как написано, она рассказывает, что она одному наркобарону свидетельствовала. Наркобарону свидетельствовала. Наркобарону свидетельствовала. Она свидетельствовала, что она верила в Бога, а Бог, Иисус ему потом явился и привел его. И потом она там также рассказывает, что муж от нее требовал, чтобы она оставила веру в Иисуса Христа. И она так пережила, что она говорит, что она сказала, что Иисуса Христа не могу оставить. И она так пережила, что она сказала, что Иисус не может оставить. И она так пережила, что она говорит, что Иисус не убьет тебя. И она теперь требовалось верить дело. Она говорит, что ее дело было. Нет, я не откажусь. И он со всей силой поднял топор и ударил. И она говорит, что Господь, я даже ничего не почувствовала. Я уже у тебя. И потом через какое-то время говорит она, через минуту или две, она открывает глаза. И она сказала, что она примерно на минуту или две, что она открывает глаза. И эта топорная над ее головой завис, и он весь как парализован стоит. И на третий рывок, он вырвал этот топор. И на третий рывок, он взял этот топор. Бог живет, творящий. Но чтобы его пережить, ей нужно было в деле показать эту веру. Но чтобы она пережить, ей нужно было в деле показать эту веру. Если она в деле не решила умереть, она бы это никогда не пережила. И потом муж ей говорит, что никто тебя не хочет, даже Иисус не хочет. И вот Бог живет, творящий. И эта сестра тоже говорит, как она делала дела, и она видела Бога живет, творящего, и Иисуса Христа в своей жизни. И эта сестра говорит, как она видела, что Бог живет, что Бог живет. Прочитала в 15 стихе или нет? В 15 стихе. И вот теперь тут мощнейший стих, содержание мощнейший в этом. единственный царь. Единый сильный царь. Единственный царь. Откроет. Оффенбает. Кому он откроет. Повем он откроет. Вот это, что я рассказал, пару свидетельств в этом служении. Кому он откроет. Тут написано «Царствующим». Если Бог тебя открывает и ты действишь, ты царствишь, ты делаешь до Бога, ты царствуешь, ты делаешь, творишь. Wenn Gott dir etwas offenbart und du das vollbringst, dann herrschst du darüber. Потом Господь откроет Господствующим. Кому открывает Господь? Dann möchte der Herr dir auch das Herrschende offenbaren. Относишься ты к Господствующим? Относишься ты к Господствующим? Георст du zu diesem Herrschenden? Если бы я не был Господствующим, я бы забоялся пойти к шефу и сказать возьми меня, как Бог мне сказал, без оплаты, просто так, если бы я не был господствующим в этом деле. Бог тебе открывает, и хочет, чтобы ты был господствующим, и он хочет, чтобы ты был царствующим, чтобы ты был царствующим. Ты делаешь дела. Ты делаешь, если ты не делаешь, тогда ты не переживешь господствующего и царствующего в твоей жизни. Если бы ты не делаешь, то ты не можешь и эту herрlichkeit от Бога не в твоем жизни erleben. Покажи мне последнюю картинку, я на этом закончу. Знаете, этот корабль несет людей. Они ищут уверенной жизни. В той жизни, где они находились, они тонули в проблемах. И они ищут свое спасение. Они ищут этих людей, которые царствуют, господствуют. которые бы им указали на Иисуса Христа, которые бы им на Иисуса Христа, и Бог хочет, чтобы ты был этим кораблем царствующим, господствующим. И Бог хочет, чтобы ты был этим кораблем, царствующим, чтобы ты с тем этим ищим помощи был спасательным кораблем. Если ты это не делаешь, Бог говорит, что толку от веры. Если ты это не делаешь, то, что ты не делаешь, то, что ты не делаешь? Я хочу, чтобы ты был источником воды живой для этих людей. Я хочу, чтобы ты был из строительства для этих людей. Чтобы ты был кораблем для них. Чтобы они узнали Господство и царствующего. И damit они den Herrschenden erleben können. Бог это ждет от тебя. И это ждет от тебя. Свою часть он сделает. Свою часть он сделает. Он будет с тобой разговаривать. Он будет с тобой разговаривать. Он сказал, что родители слышат голос мой. Он сказал, что родители слышат голос мой. Но часто это остается на 0%. Ничего нет. Но meistens bleibt es dann на 0%. Иисус ожидает тебя минимум 30%. Иисус ожидает минимум 30%. А лучше, если ты все 100% сделаешь. Но лучше, если ты все 100% сделаешь. Бог хочет, чтобы ты был благословением. И Бог хочет, чтобы ты был благословением. Царствующий. Ein Herrschender. И Господствующий. И Дерегирует. Аминь. Аминь. Спасибо. Продолжение следует...